Здравствуйте! Я Лилия Тимива. Буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. Об интересных литературных новинках расскажем в рубрике «Открой свою книгу». Хор Сресинского монастыря вновь на Щелковской земле. Как прошел концерт? О героях. Акция памяти стартовала в библиотеках городского округа Щелково. В России существуют десятки литературных премий. Это не только знак признания для уже известных авторов, но и замечательная возможность заявить о себе для начинающих. Сегодня в рубрике «Открой свою книгу» расскажем о книжных новинках. Русская литература всегда славилась своими традициями. Российские писатели входят в школьные программы всего мира. Но сейчас мы нередко слышим о кризисе современной литературы. Составьте свое мнение, познакомившись с лауреатами и номинантами литературных премий 2019 года. В России существуют десятки литературных премий. Это не только замечательная возможность выразить признание уже известным авторам, но и прекрасная возможность заявить о себе начинающим авторам. Каждая премия имеет свой неповторимый формат. За 14 лет своего существования «Большая книга» успела стать главной литературной премией страны. Она вручается за прозаическое произведение на русском языке, будь то роман, сборник повестей, документалистика. В этом году финалистами премии были 12 книг. Большинство из них поступило в нашу библиотеку уже сейчас, а остальные книги поступят в ближайшее время. Лауреатами национальной премии в этом году стали сразу три автора. Олег Рикман, Михаил Свердлов, Илья Симоновский. За книгу «Венедикт Ерофеев. Посторонние». Венедикт Ерофеев – человек со сложной судьбой. Автор популярной в народе поэмы в прозе «Москва петушки». Еще при жизни он придумал и способствовал развитию разных скандальных слухов. Авторы книги попытались отделить правду от вымысла на основе свидетельств современников, документов, воспоминаний. Они попытались нарисовать портрет человека, который стремился к абсолютной правде и свободе и в прозе, и в жизни. Одновременно с биографией писателя в книге просматривается и биография самого Венечки, героя известной поэмы «Москва петушки». Второй премии удостоился молодой писатель и актер Григорий Служитель. Роман называется «Дни Савелия». Роман посвящен коту. Кот Савелий проживает своей жизнью рядом с людьми. Автор представил мир кота очень интересно, своеобразно. А одновременно и мир людей, которые проживают своей жизнью рядом с котами. Бронзовую награду получила Гузель Якина со своим романом «Дети мои». Дебютный роман автора «Зулиха открывает глаза» посвящен татарской крестьянке. И он уже пятый год не сходит со страниц книжных хит-парадов. Эта книга совсем другая. Она посвящена немецкому поволжью. В 20-30-е годы прошлого века учитель Яков Бах живет на уединенном хуторе, растит единственную дочь и пишет волшебные сказки. Вы не найдете в книге быта немцев по Волжье, но получите замечательную историю в духе сказок Гофмана. В рамках премии «Большая книга» проводится и читательское голосование. Несколько месяцев на специальных сайтах доступны все книги-финалисты премии. В этом году первую премию взяла как раз Гузель Яхина со своим романом «Дети мои». Вторую премию взял уже упомянутый мной автор Григорий Служитель со своим романом «Дни Савелия». А третью досталось Евгению Подолазкину и его роману «Брисбен». Евгений Германович Подолазкин – известный автор. Несколько лет назад он буквально ворвался со своими романами «Лавр» и «Авиатор» в русскую литературу. Сегодня мы рады представить новый роман этого писателя. Главный герой романа Брисбен – музыкант, звезда мировой величины. Накануне своего 50-летия он узнает, что серьезно болен. Он переосмысливает свою жизнь, находит смысл своей жизни в воспоминаниях. Вспоминает Киев, Санкт-Петербург, Германию. Не вспоминает только Брисбен – далекий город где-то в Австралии, о котором можно говорить, можно думать, но очень нелегко туда попасть. Брисбен, конечно, упоминается в романе, но главный герой так туда и не попадает. Национальный бестселлер – премия, которая существует в России уже 19 лет. Девиз премии – «Проснуться знаменитым». Премия вручается в Санкт-Петербурге за лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года. Лауреатами премии были такие писатели, как Захар Прилепин, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков. В прошлом году награду забрал Алексей Сальников. Его роман «Петровы в гриппе» и «Вокруг него» действительно стал бестселлером всероссийского масштаба. Национальный бестселлер 2019 представлен в нашей библиотеке книгой молодого автора Евгения Некрасовой «Калечина-малечина». В детстве и в подростковом возрасте все сильнее, ярче, громче, поясняет Евгения Некрасова. Моя героиня очень талантлива, а у людей вокруг нет ни сил, ни интереса, ни времени, чтобы находить с ней общий язык. Роман о непонимании, о сочувствии, о милосердии, о том, как легко стать монстром, когда тебя никто не любит. «Ясная поляна» – премия, которая существует в России с 2003 года и отличается своим постоянством. Во-первых, она преследует все те же идеалы «Человеколюбие, милосердие, нравственность». Во-вторых, премию возглавляет советник президента по культуре Владимир Толстой. В 2019 году одним из финалистов премии стал главный редактор журнала «Москва» Владимир Артемов с его романом «Император». Наверное, услышав название, вы можете сказать, что роман исторический, но это не так. Напечатан роман в трех номерах журнала «Москва». Роман о маленьком человеке, который стремится противостоять злу. Роман о дьяволе. В нем есть прямые аналогии с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но только здесь автор сыграл на стороне человека. Все издания, представленные сегодня, есть в нашей библиотеке. Фонд постоянно обновляется. Продолжают поступать издания, лауреаты и номинанты литературных премий России и мира. Читайте новые книги первыми. И, как всегда, о событиях культуры расскажет «Культкурьер». Сколько веков стоял Сретенский монастырь, столько существовали и хоры при нем, впервые получившие широкую известность в 17 веке, когда певчие обители сопровождали торжественные общегородские крестные ходы. Основа Сретенского хора – студенты и выпускники местной семинарии. Не менее важная часть коллектива – вокалисты из Московской академии хорового искусства, Московской консерватории и академии музыки имени Гнесиных. В составе есть и собственные композиторы, и аранжировщики. Сретенский хор поет на особо торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в международных музыкальных конкурсах и миссионерских поездках Русской Православной Церкви. Известный хор выступил и у нас, в Центральном дворце культуры в Щелково. Надо отметить, что не впервые хор приезжает сюда. Мы очень рады, что сегодня побывали у вас в гостях в замечательном городе, в вашем прекрасном городе Щелково. Поэтому сегодня для нас было очень приятно, что мы имеем возможность вновь приветствовать наших слушателей здесь. И мы с огромной радостью представили программу, которую мы назвали «Шедевры русской и зарубежной хоровой и песенной музыки». В репертуаре помимо духовной музыки собраны лучшие произведения песенной традиции России. Русские, украинские и казачьи песни военных лет, такие как «Враги сожгли родную хату», «Эх, дороги» или «Вальс начала XX века на сопках Маньчжурии». Популярные всеми любимые романцы «Белая акация и грозди душистые», «Утро туманное» в аранжировке хора не оставляют равнодушным никого. Хор Срединского монастыря записал несколько музыкальных альбомов с духовными песнопениями и лучшими песнями классического и народного репертуара. Обычно коллектив работает в стиле акапелла, но в этот раз исполнили композиции и с музыкальным сопровождением. Мы используем оркестровое сопровождение для некоторых наших песен, чтобы как-то и слушателям было приятно услышать что-то новое, интересное. Ну и как-то нам тоже это приносит, конечно же, в первую очередь удовольствие и радость. «У нас здесь очень хорошо. У нас есть библиотека, у нас есть театр, у нас есть клуб. И, наконец, общество, в котором можно завести знакомство. И вам, как интеллигентному человеку, сию минуту необходимо завести знакомство». Кажется, у этой истории нет времени. На сцене Центрального дворца культуры жители города Энн. Города, который так любил описывать в своих рассказах Антон Павлович Чехов. Сегодня знакомые герои рассказов великого писателя оживают в постановке Щелковского любительского театра «Атмосфера». Город Энн и его обитатели – первый спектакль театра в новом сезоне. В зале нет свободных мест, но зрители готовы сидеть даже на ступенях, чтобы посмотреть на работу актеров. «Я очень рада, что люди, которые пришли сегодня, интересуются театром, что это жители моего города, и что им очень важно, что в нашем театре есть такие места силы, в которые можно пойти и провести свое свободное время». 2019 год стал для «Атмосферы» очень результативным. Актеры получили возможность принять участие в первом всероссийском фестивале любительских и студенческих театров России. Показывали именно этот спектакль и работу артистов оценили на высоком уровне. «Нам было позволено выступить с этим спектаклем на новой сцене Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова. Для нас это, конечно, была очень большая ответственность. И сегодня как раз мы хотим открыть сезон нашим спектаклем». На этом атмосфера останавливаться не собирается. Уже на этой неделе актеры покажут премьерный спектакль по пьесе Михаила Себастьяна «Безымянная звезда», который станет третьей постановкой театра. Увидеть историю своими глазами можно будет 1 февраля в Малом зале Центрального дворца культуры. Начало в 18.00. В городском округе Щелково стартовала акция, приуроченная к юбилею победы нашего народа в Великой Отечественной войне под названием «Про героя». Любой желающий может рассказать о том, кого он считает героем, тем самым увековечив память участников и свидетелей войны. Что мы знаем о людях, которым пришлось пройти через все тяготы Великой Отечественной войны? Не только о тех, кто ценой собственной жизни защищал Родину, но и о тех, кто в трудные времена продолжал трудиться, учиться, заниматься любимым делом и просто жить. Таких историй невероятное количество и каждая из них особенная. Акция «Про героя» стартовала в Подмосковье ровно за 100 дней до юбилея Великой Победы. Дает она возможность нынешнему поколению увековечить память об участниках, свидетелях войны. Любой желающий может рассказать о своих родных, воевавших на фронте, в партизанских отрядах или работавших в тылу. Специальные видеозоны, где можно записать свой рассказ, обустроили во всех областных библиотеках. Нужно прийти в библиотеку, в любую библиотеку городского округа, и библиотекарь расскажет, какие документы надо подготовить. Это и отсканированная фотография. Если у человека нет такой возможности, библиотека ему поможет сама. Это также надо будет заполнить документы, соглашения об обработке персональных данных и какие-то данные анкеты. В дальнейшем все видеопортреты разместят на интерактивном панорамном экране в мемориальном зале нового музейного комплекса «Зоя», который откроется ко дню Победы в Подмосковье. В день старта акции, инициатором которой стало Министерство культуры Московской области, в Щелковской центральной библиотеке уже собралось несколько желающих поделиться историей своей семьи. Решил принять участие, потому что мой отец участник Великой Отечественной войны. Он был призван в армию в 1938 году, а демобилизован был в 1946. То есть в 8 лет отдал нашей любимой родине. Принять участие в акции про героя может человек любого возраста. Главное – заранее подготовиться. Хронометраж видео составляет одну минуту. Так 10-летний житель Щелкова Юра пришел, чтобы рассказать о своем дедушке. Он в свои годы пошел на войну. Из-за того, что он окончил 10 классов, потом пошел на войну, на фронт сам. Его никто не заставлял. Если вы тоже хотите принять участие в мероприятии, то отправляйтесь в ближайшую к Дому библиотеку. Акция продлится до 31 марта. На этом все. И как всегда я желаю вам культурных выходных и будней. Субтитры подогнал «Симон»